Здравствуйте! На портале «Экзогет.ру» с вами проэтерей Дмитрий Сизоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем слова Христа из Евангелия от Матфея, 12 глава, 30 стих. «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». Эти слова вступают в прямое противоречие с тем, что Христос говорит в других местах, в частности в Евангелии от Марка, в 9 главе, 40 стихе, Христос говорит «Кто не против вас, тот за вас». Итак, «Кто не со мною, тот против меня, и как это примирить со словами «Кто не против вас, тот за вас». В действительности эти слова относятся к совершенно различным ситуациям, и поэтому каждая из них обладает своей истиной. Они не вступают в противоречие просто потому, что наша жизнь бывает очень неоднозначной, сложной, и в одних ситуациях справедливо одно изречение, в других более справедливо другое. И очень важно понять, что слова Христа нельзя применять механически, не размышляя над ними. Очень важно понять контекст и дух, в котором Христос произносит эти слова. Прежде всего, первое выражение в Евангелии от Матфея произносится после того, как Христос исцелил человека, одержимого слепотой, немотой, и в ответ на восхищение толпы группа людей, которые уже в своем сердце вынесли смертный приговор Христу, произносят кощунственные слова и клевещут на Христа. И вот кто имеется в виду, когда Христос говорит «Кто не со мною, тот против меня». Действительно, в этом мире силы добра и силы зла – это как две враждующие силы по две стороны линии фронта. И поэтому очень важно определиться, с какой стороны ты встанешь. И здесь мы видим прямое противостояние, и тот, кто не со Христом, тот оказывается против него. Но именно в тех обстоятельствах, где идет открытая вражда и решительное противостояние. И здесь нужно выбирать – либо за, либо против. И третьего не дано. Оставаться нейтральным невозможно. Здесь невозможен ни компромисс, ни какое-то временное примирение. Сам по себе отказ уже означает прямое противостояние и отречение от Христа. И для того, чтобы смягчить радикальность этих слов, в каком-то другом контексте возникает совершенно другая ситуация, которая очень часто возникает в христианских общинах, приходах, как относиться к чужим. И кажется, что вот в первом случае Христос настроен очень радикально, и Он почти фундаменталист. И другой эпизод, где как будто, условно говоря, мы видим какой-то экуменический дух Христа. Евангелист Марк рассказывает эпизод о человеке, который совершает чудеса именем Иисуса Христа, но это вызывает недоумение. И поэтому апостол Иоанн, богослов, подходит ко Христу и говорит, «Учитель, мы видели человека, который именем Твоим сгоняет бесов, а не ходит за нами. И запретили ему, потому что не ходит за нами». То есть Он не из нашего круга, Он не является членом нашей общины. Разве Он имеет право Твоим именем изгонять бесов, исцелять людей? И на это Иисус отвечает, «Не запрещайте, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня, ибо кто не против вас, тот за вас». И дальше замечательные слова. «И кто напоит вас чашей воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Во-первых, здесь Христос проводит тонкую грань. Не нужно отождествлять церковь только с границей тех людей, которые открыто себя исповедуют христианами. И поэтому те, кто оказывается внутри церкви, не должны себя считать, что Он есть истинно последней инстанцией и является каким-то обладателем авторских прав на все то, что Бог совершает в этом мире. Поэтому здесь Христос очень деликатно, вежливо раздвигает эти границы. И наоборот, Он приглашает учеников какой-то открытости. «Всегда понимайте, что тот, кто совершает именем Моим добрые дела, это ваш тайный друг и, может быть, будущий союзник. Такой человек точно не будет злословить меня, в отличие от тех фарисеев, которых мы видели в предыдущем эпизоде». Поэтому ученики Христа окружены невидимым сообществом анонимных христиан, тех, кто еще не исповедует Христа, но уже творят добрые дела ради Него. Во имя Его. И тем самым являются скорее союзниками и друзьями. Кто не против вас, тот за вас. И, конечно, здесь Христос употребляет знаменитую пословицу. Аналогичное выражение мы встречаем иногда в речах Цицерона. И все это отвечает просто прямому здравому смыслу. Нам не нужно, во-первых, считать себя собственниками тех благ, тех щедрот, которые Господь проливает на все человечество, а быть Его учениками и не искать врагов, а искать союзников. Быть членом христианской общины или не быть – это еще не означает быть с Богом или против Бога. Но для нас, христиан, очень важно, что для нас единственная близость, которая имеет значение – это быть со Христом и разделить вместе с Ним Его труды и плоды Его жизни. На портале Exeget.ru с вами был Партерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга.